МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие ребята! А я сегодня с самого утра занимаюсь своим импровизированным садиком. И мне пришло в голову, что между растением и словом очень много общего. Не верите? А точно так же, как и у дерева, у слова есть части, без которых оно не может существовать. Ну, например, корень. А если пофантазировать, то можно сравнить суффикс со стволом, приставки и окончания с ветками и листьями. Впрочем, есть слова и без окончаний, как есть и растения без листьев. А есть слова, которые состоят всего лишь из одного корня. Так что давайте сегодня разберёмся, как же устроено слово. Итак, у любого слова есть корень. Это сердце слова, самая важная его часть. Не будь у слов корней, мы бы вряд ли смогли понять смысл сказанного. Давайте проведём эксперимент. Я попрошу Авиуса прочитать строчку из очень известной песни. Но в этой строчке у слов не будет корней. А вы попробуйте догадаться, что же это за песня. Авиус? Ну что, вы всё поняли? А теперь вернём корни на свои места и попробуем прочитать ещё раз. Авиус, прошу. Спасибо, Авиус. Конечно же, вы знаете, ребята, как определить корень слова. Нужно просто вспомнить родственные слова и вычислить, какие буквы останутся неизменными. Они будут корнем. Ну, например, есть гусь. А есть гусыня. А также гусята, гуськом, гусак, гусятница, гусар, гусли. Погоди, погоди. Какое же отношение имеет гусар к птицам? Да и гусли совершенно из другой оперы. Это музыкальные инструменты, ничего общего с гусями он не имеет. И хотя слова гусар и гусли похожи на слово гуси, они имеют совершенно другое происхождение, а значит, не являются однокоренными. Итак, какой же корень у слова гусенок? Гус. Правильно. Ну, а как же быть с двукорневыми словами? Двукорневое слово – слово, которое когда-то было образовано от двух разных слов. Да, Авиус, приведи, пожалуйста, примеры. Паровоз, то есть нечто, что возит, используя пар. Самолет, то есть то, что летает само. Спасибо, Авиус. Другая значимая часть слова – это суффикс. Суффикс выполняет крайне важные задачи, ведь именно благодаря ему мы образуем часть речи. Существительное, глагол, причастие. Ну, например, возьмем слово «корм». И прибавим к нему суффиксы «и», прибавим суффикс «эл», и прибавим суффикс «ец». И тогда у нас получится слово «кормилец». Это существительное. А теперь давайте сыграем в игру. Добавьте к словам, которые я буду называть, суффиксы, чтобы получились названия профессий. Фокус. Фокусник. Трактор. Тракторист. Баян. Баянист. Мебель. Мебельщик. Значит, суффиксы «ник», «ист», «щик» отвечают за профессии людей. А какие же суффиксы отвечают за «ласку» и «любовь»? Разве есть такие суффиксы? Конечно. Давайте-ка попробуем. Береза. Березонька. Заяц. Заинька. Молодец, Авиус. Кроме того, есть волшебные суффиксы, которые могут уменьшать или, наоборот, увеличивать в размерах. Вот смотрите. Это «дом». Вот это «домик», а вот это «домище». Или другой пример. Вот это «рыба». Это «рыбка», а вот это «рыбище». Именно с помощью суффиксов мы показываем свое личное отношение к слову. Мы можем сказать человеку «Вот дурачина», и это будет обидно. А если мы скажем «Какой же ты дурашка?» Это скорее будет означать нашу любовь и умиление. Суффиксы очень помогают в изобретении новых слов. Ну, например, с их помощью известный писатель Николай Носов придумал имена для обитателей цветочного города. С помощью суффиксов мы можем создавать совершенно новые слова. Или преобразовывать иноязычные слова в русские. А еще, как вы помните, у слов бывают окончания. Именно они, окончания, указывают на женский или мужской род. Возьмем, к примеру, слово «красивый». «Красивый». Окончание «ы» – мужской род. Или «красивая». Окончание «ая». Также окончания нужны для связи слов-предложений. Точно. Например, у меня нет стола, тапки лежат под столом. И, наконец, у слов могут быть приставки, которые всегда приставлены перед корнем слова. Приставки, так же, как и суффиксы, могут менять и обогащать смысл слова. Например, они могут преувеличивать свойства тех или иных предметов. Также приставки могут придавать словам значение причастности и объединять. Бывают приставки, образованные от предлогов. Пожалуй, наибольшую трудность ученикам доставляют приставки «пре» и «при». Правописание зависит от понимания их смысла в слове. Если приставка обозначает приближение, приехал, прибежал, присоединение, приклеить, пришить, близость к чему-либо, приморский, придорожный, или неполное действие, приоткрыл, пригорел, то приставки пишем «и». Правильно, Авиус. Огласное «е» будет, если приставка заменяет слово «очень». «Предобрый», то есть «очень добрый». Есть даже такой стишок. Авиус, прочти, пожалуйста. «При» или «пре». «Пре» или «при». Это совсем не секрет. На содержание слова смотри. Сразу получишь ответ. «Предлинный» достанет до крыши рукой. «Прижадный» не даст вам конфету. Если «очень такой» или «очень сякой», «пре» мы напишем при этом. Также мы пишем «пре», если по смыслу эта приставка сходна с приставкой «пере». Например, «преградить дорогу», то есть «перегородить её». Запомнить второе правило правописания приставки «пре» вам также поможет песенка. Авиус. Дожди непрерывные льют в октябре, но грамотным дождь не преграда. Где очень похожи «пере» и «пре», писать только «пре», там и надо. Главное быть внимательным, чувствовать слово, и тогда вы наверняка всё напишите правильно. А знаете ли вы, откуда пошло слово «халява»? Халявой раньше называлось «голенище сапога». Нижняя часть сапога, головка, изнашивалась куда быстрее, чем голенище – халява. Предприимчивые сапожники пришивали к голенищу старого сапога новую головку. Такие сапоги, пришитые на халяву, были намного дешевле новых. Есть и другое объяснение истории этого слова. В 19 веке, когда мелкие воришки таскали со стола дорогие вещи и столовые приборы, они прятали их в голенище сапог. Вещи, полученные таким образом, получались на халяву, то есть из голенища. Ну а теперь время литературной игры. Сегодня в нашем чёрном ящике хранится главный ингредиент каши из одной сказки. Причём приготовил её солдат для очень жадной хозяйки. Давайте подумаем, что же это такое? Топор. Да, именно топор. А сказка называется «Каша из топора». Помните, когда солдат попросил у хозяйки еды, а ей жалко стало? Она и говорит «Нет ничего у меня дома». Тогда солдат предложил сварить кашу из топора. Интересно стало хозяйке. Принесла она солдату топор. Тот варит, варит, да и говорит «Хороша каша, только вот крупы не хватает». Принесла хозяйка крупу. Солдат опять варит, да нахваливает. Хороша каша, да только масла немного, да соли не хватает. Хозяйка принесла масло и соль. Солдат вынул топор и угощает хозяйку. А она ест, да удивляется. Вот ведь я и не знала, что из топора такую вкусную кашу можно сварить. Ну а нам пришла пора прощаться. Присылайте свои письма по адресу 109-147, город Москва, улица Марксистская, 34, корпус 7, телеканал «Радость моя» с пометкой Академия занимательных наук словесности. Или оставляйте на сайте радостьмоя.ру. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова